Это Google Pixel 7, а это Android 14. Что нового в самой народной операционке? Есть ли там вообще хоть что-то новое? Спойлер, а хотя давайте без спойлеров. Это первая публичная бета-версия Android 14, то есть поставить ее может любой владелец смартфонов Google, начиная с Pixel 4a. Ставится новая версия очень легко, заходите на страницу Android Beta Program и просто добавляете свое устройство в программу тестирования. Через какое-то время вам прилетит обновление по воздуху, вот собственно и все. Во-вторых, сам таймлайн бета-версий выглядит так. В апреле вышла первая публичная бета, в мае выйдет вторая, в июне будет первая стабильная версия, а полноценный релиз стоит ожидать либо в августе, ну либо с анонсом новых пикселей, а это обычно происходит где-нибудь в октябре. Ну а теперь давайте поговорим что нового. Самое главное обновление. Если вы плохо различаете, что написано в вашем телефоне, то я вас поздравляю. В настройках в разделе специальные возможности и масштаб экрана и текст теперь можно увеличить размер этого текста до 200% и читать сообщения без очков. Раньше, кстати, максимально текст можно было увеличить только до 130%, а теперь до 200. Спасибо Google, раньше я не видел, а теперь как увидел. А если серьезно, то первые две вещи, которые я заметил в Android 14, это улучшенная плавность и автономность. Точнее не так, система стала как будто бы быстрее. Анимации перестали быть такими плавными как раньше, они стали резче, что увеличило визуальное ощущение скорости. Надо заметить, что бета довольно стабильная, практически все приложения работают нормально без сбоев, за исключением некоторых системных функций. У меня, например, полностью отвалилась возможность менять обои и иконки, это вообще повсеместный глюк, а лечится он сбросом памяти в пиксель-лаунчере. Правда, сбросятся и все ваши настройки, но зато вернется возможность менять обои и цвета системы. А еще у меня отвалился сканер отпечатков, ну то есть на вход в приложение он работает, а на вход в саму систему лично у меня отказывается. Второе, что я заметил, это улучшенная автономность. Google продолжает колдовать с оптимизацией, сокращением потребления энергии разными сервисами и приложениями и действительно стало лучше. На Android 13 в последнее время мой пиксель 7 стал разрешаться очень быстро, снимаешь зарядки с утра и через час у тебя уже 85%. Хотя ты вроде бы ничего особенного еще и не делал. На Android 14 с этим стало получше, плюс Google немного поколдовали с самим разделом аккумулятора в настройках. Здесь немного изменили режим энергосбережения и еще тут же появился счетчик экранного времени, то есть сколько экран был активен со времени последней зарядки. Большинство новых фишек Android 14 пока еще не появились и очевидно, Google их добавит после официальной презентации Google I.O., которая состоится 10 мая. Из того, что мы ожидаем увидеть в Android 14, это клонирование приложений на уровне системы, то есть можно будет установить два WhatsApp или два приложения почты. Появится нативная поддержка сторонних контроллеров, например DualSense от Sony, и поддержка спутниковой связи. Привет, Apple! Возможно, мы увидим еще и какие-то изменения в дизайне самой оболочки. Пока же Android 14 визуально нельзя отличить от Android 13 вообще никак. Те же виджеты, та же система изменения обоев и цветов системы, настройки, шторка. Из того, что можно заметить, это новые палитры цветов оформления системы и новые анимации, например, при выборе пункта в настройках или в виджете плеера. В настройках разработчика теперь можно принудительно включить прозрачность для линии навигации, которая находится в нижней части экрана. Изменились некоторые пункты меню и их оформление описания, например, в разделе безопасность. Но вот глобально, на первый взгляд, сложно уловить какие-то новшества. Шторка быстрых настроек, уведомления и плеер в шторке – все осталось прежним. Впрочем, есть и парочка интересных изменений. Первое – это окно поделиться, то есть share, через которое можно расшарить все что угодно. Теперь создатели приложений смогут добавить в него кастомные действия или шорткаты для более тесной интеграции между приложениями. А сами пользователи могут настроить это меню под любимые приложения. Например, можно повесить вверху частые контакты в самых любимых программах или приложения, куда вы чаще всего отправляете, например, файлы или фотографии. В общем, меню поделиться стало удобнее. Второе – это предикативный жест. С активацией этой функции привычный жест назад от края экрана сжимает активное окно приложений и показывает вам, куда вы попадете – на предыдущую страницу или на рабочий стол. Работает эта функция пока только в нескольких фирменных приложениях и в настройках, и работает не то чтобы прям супер идеально. Но оказалось, что это довольно удобно, когда ты сразу видишь, куда попадешь. Или, случайно нажав назад, можешь, не отпуская пальца, отменить это действие. При этом сам жест вполне привычный, механика вообще не изменилась, только добавилась новая фишка. Вообще, предикативный жест назад появился еще в Android 13, но был доступен только через меню разработчика. Сейчас он тоже спрятан в этом меню, хотя, видимо, с финальным релизом этот жест попадет в основное меню настроек. А пока, если вы хотите его потестить, активируйте меню разработчика несколькими тапами по номеру сборки и ищите там анимацию подсказки для жеста назад. Главный вопрос. Стоит ли ставить бету Android 14? Сейчас ставить ее практически бессмысленно. Все изменения, которые есть, они в основном под капотом, визуально ничего не поменялось, поэтому я бы на вашем месте дождался презентации релиза хотя бы второй публичной беты. Некоторые вещи мы вообще увидим только спустя какое-то время. Например, Google выкатили новые API, позволяющие приложениям использовать системный морфинг, то есть анимации, позволяющие плавно превращать один объект в другой. Это позволит сделать анимации в приложениях интереснее, нагляднее, возможно даже удобнее, а главное ближе к фирменным гугловским. Вообще Android 14 это обновление скорее для разработчиков, потому что оно дает больше возможностей для автоматической подстройки программ под систему, для нормального масштабирования системы на все типы экранов, для более простой региональной интеграции приложения. Но в итоге все это должно улучшить систему для нас с вами, для конечных пользователей. Просто большинство вещей мы увидим далеко не сразу. Google также поработала и над безопасностью, и тут есть пара новых заметных фишек с пин-кодом. Во-первых, в настройках появилась возможность скрывать цифры, когда вы набираете пин-код на телефоне. А во-вторых, наконец-то появилась возможность не подтверждать пин-код после введения. Но для этого надо, чтобы ваш пин-код был как минимум шести цифр. Вот за это прям спасибо. Что еще заметил, это чуть лучше работающую систему разблокировки по лицу. На Android 13 она тоже, в общем, работала неплохо, но тут ее явно улучшили. А вот сканер отпечатков, как я уже сказал, на этой бете у меня просто отвалился. В разделе USB должна появиться новая функция USB Video Class, или UVC, которая позволит теоретически использовать смартфон как веб-камеру. Пока эта функция недоступна, и, честно говоря, функционал не то, чтобы супер-нужный. Потому что сегодня уже есть куча приложений, которые превращают ваш смартфон в вебку. Например, есть программа Каму. Супер-удобное приложение, позволяет использовать Android-смартфон с макбуками или iPhone с Windows-компьютерами, и наоборот. Так что круто, если такая функция будет системной. Но тут, на самом деле, ничего нового. И если уж мы говорим про бородатые фишки, то теперь системной стала возможность установить вспышку для оповещения о входящих звонках или уведомлениях. Кроме вспышки можно также настроить еще и экран, чтобы он моргал во время звонка нужным цветом. Делается все это в настройках в пункте уведомления. Еще одна фишка с уведомлениями. Теперь можно запретить некоторым приложениям выводить полноэкранные уведомления, чтобы они не перекрывали экран, когда вы, например, смотрите видео. Вот это полезно. Google сделали системным приложение Health Connect, которое позволяет делиться собранными данными с другими программами. Например, данными о пройденных расстояниях, данными суммных весов, браслетов и так далее. Зачем это нужно? Ну, например, в iOS приложение здоровья отслеживает все доступные параметры из других программ. Например, если вы соблюдаете диету и отслеживаете количество калорий, система это видит. В iOS в этом смысле очень много интересного. От напоминания о приеме таблеток до асимметрии при ходьбе. Покопайтесь, если у вас есть iPhone и особенно Apple Watch. Можете узнать много нового. И вот Google, судя по всему, пытается сделать нечто подобное. Интегрировать сервис Google Fit с приложением Health. Но пока самого приложения нет. То есть туда, куда вы можете зайти и все это посмотреть. Это только буфер для сбора данных о вашей физической форме. На самом деле у Android 14 довольно много новых фишек, но все они в основном под капотом и касаются в основном разработчиков. Надеюсь, что на Google I.O. Google покажет что-то новое в визуальном смысле, что-то новое в оболочке. Стоит ли обновляться на Android 14? Нет, абсолютно нет. Система все еще нестабильна, а новых фишек, те, что можно увидеть и потрогать, просто нет. Есть и неприятные глюки, так что ловить тут, ребята, нечего, кроме, пожалуй, улучшенной автономности. Как видите, визуально в Android 14 мало что нового. Все самые вкусные плюшки, скорее всего, придержат для Pixel 8, в котором, конечно же, должно быть что-то новое на уровне системы. И только потом Google будут раскатывать все это на другие устройства. Пока же Android 14 это, по сути, тот же самый Android 12, который Google активно доводит до ума, улучшая взаимодействие со сторонними разработчиками железа и софта. Ну а самое интересное в этом году, нам кажется, подготовили ребята не из Google, а Тим и его команда. Apple готовит очень интересное обновление для iOS 17, где должно появиться много новых фишек, которые, возможно, мы увидим потом и на Android. Кстати, вы знали, что если бы не Apple и не ее iOS, мы, возможно, никогда бы и не увидели Android в том виде, в каком он есть сегодня. Если вы этого не знали, обязательно посмотрите наш ролик про историю Android, там много интересных нюансов. Как Google смогла завоевать рынок и как вообще операционная система для камер стала мировым лидером операционных для смартфонов. Ссылка на этот ролик есть под этим видео. Ну а это Зрока. Всем мир!